Собака с сердечком на носу. Булька. Одна из героев нового календаря, который уже традиционно к Новому году готовит организация «Зато верный друг». Булька живет в приемнике уже полтора года и все это время ждет, что ее заберут в любящую семью. У собаки непростая история. Она участница собачьих боев. У нее хозяин скончался и ее привезли на усыпление в госветуправление. Мы ее взяли под свою опеку. Она очень дружелюбна к людям. Мы ее пока снимали, она всех зацеловала, залюбила, хвостом виляла. Такая очень классная девчонка. Но вот у нее есть особенность, как участница собачьих боев. Она вся в шрамах и не любит других собак. Этот красавчик шоколадного окраса Чарли. Его тоже увидите на страницах календаря. Чарли забрали у женщины, выдававшей себя за волонтера. Она держала собак в деревянных ящиках без еды и воды. Их спасли, выходили и теперь они ждут новых хозяев. Еще одна звезда – рыжая кукла. Кошки участвовали в съемках календаря наравне с собаками. Всех животных перед фотосессией в этот раз стригли и причесывали профессиональные грумеры. Проект нам очень нравится. И мы каждый год с такой душой и любовью делаем этот проект. И он имеет большую отклику населения. И в этом году люди уже, наши подписчики, спрашивают, когда будет календарь, когда выпуск. Продажи планируем начать где-то в начале декабря. Одна из целей проекта – найти для животных новый дом. Например, многие из звезд прошлогоднего календаря сегодня живут с хозяевами. Еще одна задача – собрать деньги на содержание животных. Сейчас на попечении волонтеров «Зато верный друг» около 150 хвостатых друзей. Многие нуждаются в лечении и дополнительном уходе. Стоимость календаря – 1000 рублей. Все деньги пойдут на животных. О старте продаж вы можете узнать в группе общественной организации «Зато верный друг» ВКонтакте. В самом приемнике для животных продолжается ремонт. Его делают средствами и силами Нижегородского госветуправления. Большой вклад внес и депутат Денис Щербуха, который включился в ремонт вместе с командой добровольцев. Сделано уже очень много. Отремонтирован изолятор, отремонтированы вольеры, где содержатся собаки. Расчищена полностью территория. Осталось построить уличные вольеры и отремонтировать внутренние помещения для сотрудников. Но как бы ни преобразился приемник, дом с любящими хозяевами для любой собаки и кошки всегда будет лучше. Поэтому, если вы мечтаете о хвостатом друге, посмотрите на этих животных. Они мечтают о вас. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.